Итак, Огненный маг, тематика нашего следующего персонажа, и зовут его Магнус. Кем он будет? Нот. На выбор у нас, конечно, очень много раз различных, но я всё-таки, наверное, опять за горгулью поиграю. Это будет фар-элементалист. Снегами спрашивают, какую же я магию иду? Нот, как видишь, в Огненный, конечно же, как посоветовали. Там сверху было сообщение, просто Чарма надо качать, как только прокачаешь Конжурейшн до полной силы Дарта, и забить пока и потом к пятому-шестому левелу сфера на хорошем рейте, чтобы её юзать. Окей, но только, к сожалению, у нас сейчас будет другой маг, он будет использовать Огненные Заклинания. Из Огненных Заклинаний у нас есть что? Троу Флейм, Конжур Флейм, Иннер Флейм, Стики Флейм и даже Фаерболл. Продолжение следует... Только надо делать на наручной коробке передач, а не на автоматической. Стелс убираем. Спеллкастинг, Конжурейшн, Файр Мэджик. Спеллкастинг нужно, наверное, первым делом качнуть, чтобы у нас... А нужно ли? Ну да, пусть так будет. Самый true вариант у Шлепана. Но ушлёпку создавать будем в следующий раз, не волнуйтесь. А тут нам нужно по спиральке двигаться. Ну там какой-то кинжальчик дают сразу же. Магнус это гном из Арканума, говорит снегами. А гном огненным магом был Эджермунд. Не, ну Магнус это ещё и множество других персонажей, не только из Арканума. Там посох Магнуса, например, из того же самого Сквима. Сейчас нас изнасилуют муравей, на этом наш ранд заканчивается. Все же любят, когда их насилуют муравей. Это же просто... Невероятно... Современно и либерально. Фух. Мы избежали этой мерзкой участи. Теперь бьём Кобольда. Кобольд, а ты всё ещё здесь или нет у нас? Помнится, есть в чате персонаж, такой человек с ником Кобольд. Который, когда я постоянно убиваю в подземельях, он расстраивается. Надеюсь, ты не будешь переживать в этот раз. Не беспокойся. Это всё было сделано ради великой цели. Ну, ты её не узнаешь. Тебя уже поздно. Бес попутал того мага, звали Игнус, говорит Нерлук. А, Игнус. Ну, неважно, у нас будет Магнус. В общем, неважно. Я ни Игнусу, ни Магнусу, ни одного из них особо хорошо не знаю, кто это такие. Так что, вообще, я... Это таракан-боксёр с Марса. Да. Хорошо, что таракан оказался слабеньким. Хильненьким. Болезненным. О, за Зинундар забили. Магнус это примарх легиона космического десанта Тысячи сыновей из Вахи. А, да, это тот самый, который Псайкер, очень сильный, который очень хотел, чтобы его легион избавили от различных мутаций, вызванных псионическими вот этими энергиями, энергиями варпа. И в результате всё закончилось тем, что один из его, там, чемпионов, или кто он там был в Ордене, какое-то жёсткое колдунство сотворил совсем почти что космодесантом, который в этот Орден входил. Ну, это Ваха. В Вахе чё только не происходит, на самом деле. Создал бы он пироманш под именем Квилана. А кто такая Квилана хруст? Я вообще не в курсе. Почему она должна быть пироманшей? Проблема того, что мы играем фаермагом, то у нас очень маленький радиус огня. И маны тоже мало что-то, прям вообще невозможно даже. Почему ещё я качаю спилкастинг? Потому что как раз мана нужна. Она зависит от спилкастинга нашего, в первую очередь. Разве Магнус этого хотел? Нет, наоборот, он этого не хотел. Он потом изгнал этого, как вот там, мага очень крутого сорсера, который всё это сотворил. Но, как говорится, его спаны не там, и обратно эту тюрьму вернуть уже не вариант. И вот недавно на Джо я читал комикс, который называется «Иллюзия власти». Как раз комикс по Вархаммеру, любительский такой сделанный, в котором речь идёт про одного из магов Дзинча. И после того, как я его прочитал, я решил просто ознакомиться с... Немножко с бэкграундом Дзинча, легионов вот этих вот тысячи ценовья, там и всё такое. Поэтому что-то немного из этого я знаю. А вообще по лору Вахи, как ни странно, даже будучи некоторое время очень активным игроком, я знаю очень мало, потому что двигать фигурки гораздо интереснее, и побеждать тоже веселее, чем читать весь этот нудный материал про то, как очередной драйга Карла там взял и нагнул половину варпа одним своим пафосом. Вообще я не думал, что ты шаришь в Вахе, говорит Рейгун. Но так никто не думал, я сам-то не думал. Как-то само так получилось. Я очень долго говорил над тем, что в Вахе весь этот бэкграунд, он нафиг не нужен. Что нужен чистый незамутнённый геймплей, нагиб, турнирность, понимаешь ли. Ну потому что на самом деле, когда ты играешь, то представляешь, что твои минки это какие-то, там, не знаю, космодесантники какого-то очередного ордена, космодесанта с прошлым, разными там подвигами и прочим. Это немного попахивает какой-то странностью. Потому что в конце концов это пластиковые человечки. Что такое Ваха? Ваха это Вархаммер. Вархаммер 40 тысяч обычно подразумевает под Вахой, потому как там есть две вселенных таких. Это Вархаммер фэнтезийный и Вархаммер научно-фантастический. Хотя научно-фантастическим назвать его очень сложно. Это скорее такой пафосно-космический Вархаммер. Там пафос сочится из каждой складочки Вархаммера и терминаторских доспехов спецмаринов. Он пронизывает просто своим духом каждую строчку рулебука. Келлана это одна из дочерей Хауса, создавших пирамантию в мире Дарк Соулс. Ее он называет матью пирамантии из-за того, что на ее учении были созданы еще несколько видов правления огнем. О как. А Дарк Соулс, оказывается, вселенная есть, да быть не может. Слушайте, да вы шутите. Там же, по-моему, один сплошной хардкор. Знаете, такой чистый, густой, концентрированный хардкор. Когда ты постоянно дохнешь и пытаешься как-то пробиться хоть немножко подальше. Нет, я что-то путаю. Это крайне вот вопрос о том, что бэкграунд вообще в играх, которые на геймплей заориентированы, которые состоят из очень большого количества таких геймплейных, сочных, крутых возможностей и моментов. Нужен ли в них вообще какой-то бэк? Вот, например, взять доту. Нужен ли какой-то бэк в доте? По-моему, нет. Вот. Как я мог сравнить вообще Вархаммер с дотой? Я просто упоролся. Не обращайте внимания. Бывает. В Дарк Соулсе все пришло в упадок с появлением протагониста. Он там какая-то тематика, я уже ее очень плохо помню. Что-то такое на паре стримов слышал и видел, но сам я в Дарк Соулс не играл, потому как, знаете, мне не очень нравятся игры, в которых приходится именно за счет реакции и кликов, чего-то добиваться. Я как-то больше интересуюсь играми, в которых есть возможность поставить все на паузу или обдуманно, пошагово, взвешенно размышлять о том, как действовать дальше. Вот вы видели, как я с Кентавром размышлял. Я подумал, надо его обойти, надо сейчас войти в Клоус, а теперь в Клоусе его нагнуть, ну и я умер, в общем, как обычно. Каждому свое. Да, разимик, да, просто у людей разный вкус, и вот у меня они с реалтаймовыми играми очень плохо сочетаются, к сожалению. В Дарк Соулс уникальная подача сюжета и лора через описание к предметам. Но это не только у Дарк Соулсов такое бывает, это на самом деле очень старый прием, когда вам просто лень нормально подавать сюжет, когда вы это не умеете делать, когда у вас нет навыков создания нормального... Когда у вас нет навыков рассказывания историй, когда вы не умеете харизматичных персонажей создавать, ставить их в какие-то ситуации действительно значимые, интересные. И вы тогда берете и пишете сотню книг, ну, например, как, не будем говорить где, да, третий уровень, интеллект. Давайте замеморазим что-нибудь хорошего. Конжир Флейм. Конжир Флейм хорошая штука. Мне нравится. Беру, пожалуйста, заверните. Так, аж ДСБ быстрый, говорят, далеко не слэшер. Но так или иначе, там нужно именно правильно рефлексы оттачивать того, как вести бой. Я не говорю, что она прямо на то, чтобы клик-клик-клик закликивать. Это вам не осу, однозначно, конечно. В ДСКУ-чей НПЦ каждый болтает очень много, а второй часть еще больше. Но вот НПЦ, да, другой способ подающий сюжет, он гораздо более качественный. И через одни только описания предметов далеко не уйдешь, к сожалению. Хотя иногда, знаете, так хочется схалтурить. Когда станешь покруче, не забудешь про силу земли. Да, не забуду. Айрон шот. Крайстал спир. Сколько здесь замечательных заклинаний, которые позволяют проявить всю свою силу земли. Шатер. Рэпид деконстракшн. Что-то еще хорошее припоминается. Так, нам хочется есть. Съедаем труп. Немножко лечимся. Мостанавливаем ану. У некоторых боссов можно врубить сложный режим, а у некоторых, типа, сразу вторая фаза. Ой-ой-ой. Не надо про боссов. Я в такие игры наигрался, конечно, не прямо вот как Dark Souls. Но, ладно, давайте не будем об этом. Это будет жутким автопом. Я проходить, потому что Dark Souls не буду. Я вам это гарантирую. Если я про Даггерфолу долго-долго говорил, что не буду его проходить. А потом подумал, что, в принципе, это не так уж и плохо. И можно затерпеть, ради того, какая там атмосфера классная. То Dark Souls это стопроцентное нет. Ну, вы знаете, потому что я краб, наверное. И вообще не очень. Заранее нужно правильную отмазку высказать, чтобы уже никаких вопросов точно не было. Почему-то... А, у этого маны и хп больше, чем маны. Хп больше, чем маны, потому что это персонаж, который менее такой щуплый. Это персонаж Гаргулия. А Гаргулия, она как-то поплотнее эльфа, наверное, будет. Давайте представлять этих ушастых эльфов, да? Они вообще щупленькие, хиленькие, ничего себе не представляют. Могут только пулять разными заклинаниями, а потом сдохнуть в мили в хтехэд Кентавра. Другое дело Гаргулия. Гаргулия может сдохнуть в хтехэм не от Кентавра. От кого-то у меня сдох, то, кстати говоря, напомните. Ну, от кого-то тоже сдохнуть-то может, правильно. Вот главное, что не от Кентавра. Гаргулия — это хороший милишник. Да, Гаргулия — это не столько милишник, даже хороший. Это персонаж с очень хорошими резистами. Ну и хитпоинты на самом деле есть персонажи, у которых заметно в разы больше. Просто гораздо больше, чем вот эта 21 на третьем уровне. Гаргулия-то на самом деле так себе. Она берет за счет того, что у нее есть сопротивление урону, сопротивление магии, резисты к яду, там, к другим типам воздействий. А вот с хп у нее средненько так. Давайте не будем говорить, что плохо, конечно же. Плохо — это именно у эльфов. И четвертый уровень. Я чувствую себя сильнее. Ну, вот не то, что я хотел бы, конечно, хотелось бы чувствовать себя немножечко умнее, потому что нам интеллект нужен. Как вы видите, у нашего персонажа сейчас 16 интеллекта. У предыдущего было 21. Разница довольно существенная. Если Гаргулии так себе, то почему не играешь за Тинтаклю? Не, Гаргулии как милишник среднее. Но вот Минотавр, наверное, самая такая классная идея для игры за милишника, потому что это огромный кусок мяса. Все же любят мясо, говядинка, знаете, котлетки. Вот, консерв говяжий. Оторваться самое главное, обойти его. Конжур флеймзы. Да что ж ты, хитрец какой. Только стоило отвернуться. А вот вам Гаргулия. Гаргулия танкует гнолом в то время, когда эльф умирает просто без каких-либо шансов. Спелл кастинг левел 3. Конжур рейшн левел 2. Что у нас с спелл хангером? Хангер пока что на флейм тонк, то есть на языке пламени у нас, к сожалению, не пропал. Это печально. Стики флейм я пока не буду учить, наверное, на фейербол сразу замахнусь или нет. Троу флейм вот нужен мне или нет, потому что троу флейм позволяет кидать огненные заклинания на более далекое расстояние. Плохо с хп у кошек, да. Зато у них 3 жизни, или сколько там может быть. Это не зависит вроде от стази этого прохождения. Тут вроде как тупо сила будет повышаться к тройгун. Да нет, по-моему, у них... Давайте почитаем. Вот я обожаю такие моменты, когда я беру и начинаю показывать википедию. Ну, не википедию, а данженкролпедию. Данженкролл. Станисуп. Станисуп. Википедия. Где же ты? Чего не вижу. Я ослеп, господа. Бывает такое. Welcome screenshot, news, the block, crowart, box, integration, download, webtiles, development, discuss the game, history, improve your game, learn the beat. Вот где improve your game, learn the beat, там должно быть где-то вики у них. Или я путаю что-то? Я раньше сразу находил, просто как открывал страницу. Так, окей. Данженкролл. Данженкролл. Вики. О! Открыл вики. Теперь гаргойл. Открыл. Супер. Теперь самое главное настроить это у нас на экране, чтобы вам видно было. Эндскрин кэмпчер. Эндскрин кэмпчер. Вот, скажем, да? Вики. В которой сказано, что у нас про гаргулий. У них имеется базовая сила 11, интеллект 8 и декстерти 5, да? Так, повышение на уровень. Каждый уровень. Левел бонусус. Плюс одна к силе или интеллекту. С равными шансами. Каждые 4 уровня. Вот оно. Вот она, правда, истина. Но, если что, вы можете вот этот адрес запомнить. Кроул Хаос Форжорка. И там находится очень большое количество различных статей на тему данжен-кроула. Ну, а раз уж мы находимся на этой странице, то почему бы не посмотреть на другие бонусы гаргулии. У нее есть плюс 2 армор-класса за каждый уровень, что очень много. И через пару уровней она... А, нет-нет-нет. У нее плюс 2 на уровне 1. И в зависимости от уровней прибавляется. Смотрите, на третьем еще плюс 1. На пятом плюс 1. На восьмом плюс 1. То есть вот таблица повышения армор-класса и глобального резиста. Такие дела. Броня дает ей больше к сопротивлению урону. ГДР, так называемый Global Damage Reduction. То есть глобальное уменьшение урона. И к базовому классу брони. Соответственно, гаргулия надевает даже довольно-таки простые доспехи, такие как робы, кожа, там тролля. Кожа тролля? А, нет, кожа. Да, накидка тролля. И накидка из парового дракона. Получает базовый армор-класс 2 вместо базового армор-класса 1. И получает, соответственно, Damage Reduction, ну, чуть меньше третья. Вместо нулевого Damage Reduction. Что тоже очень круто. Ну, а так далее. Вот, у них среднее количество монопоинтов. Плюс 3 Magic Resist. А также она позволяет летать на 14 уровне. То есть на 14 уровне мы сможем летать тупо. Вот такие дела. Все, господа, показал вам. Случайно я не увидел, что у них ХП ниже среднего. Да, я видел там на 20% ниже среднего хитпоинтов. Ригун говорит, короче, я оказался прав. Это не зависит от стиля прохождения. Это корейский рандом. Ну да, корейский рандом это всегда классно. Все же любят корейский рандом, корейские гринделки. Это же просто супер. Так, ну что, продолжим наш путь. Давайте заюзаем светки и узнаем, что у нас тут есть. Remove Cures, которого так не хватало в предыдущем прохождении. Emolation. Emolated Brewed. Далее. Enchant Verapon. И мы наш кинжальчик плюс 1 энчантим. Он становится у нас чуть лучше. То есть точнее ей чуть больше урона наносит. Да, правильно. Мне пишут, что нужно еще дожить до этого 14 уровня. Согласен полностью. Но мы доживем, я уверен. Все будет хорошо. Верьте. Только если вы будете верить, подбадривать горгулей, говорить, горгулечка живи, горгулечка тащи. Ну тогда обязательно она затащит. Все в ваших руках. Что у нас есть еще? Enchant Armor. Давайте перчанки и энчантим. Вряд ли мы их в ближайшее время заменим на что-то. Идентификация. Вот три поушена идентифицируем. Это поушены кьюрингом. Полезная штука. Позволяет убрать яд, например. Другие негативные эффекты, типа конфьюжена. Из ориентации. Ну а также чуть-чуть поднять хитпоинты. Random Usualness. То есть свиток случайной бесполезности. Все что-то бесполезное делает. Например, рассказывает, что... Вы не пробедите. Вы обязательно умрете где-то в этом подземелье. Что с одной стороны бесполезно, но с другой стороны правда. Получил ли я талоны на интернет? Это что-то новенькое. Ну я уже как бы догадывался, что рано или поздно у нас будут талоны на интернет. Талон для использования интернета на территории Российской Федерации. 500 мегабит. 1 гигабайт и 5 гигабайта. Серия номер прямо... Супер. Да. Да. Надо запасаться, господа. Горгульчик остановить землюзгибателем. Согнем землюшечку-то полностью. Разогнем. И так и сяк. Но потом. Здесь мы не будем ничего делать. Нет. Я забываю, что гнолы кидает на нас сетку. Нас просто сеткой. Приквозили к этой клетке. Я не могу подняться вверх. Я не могу отступить в сторону. Ничего не могу сделать. Нас удерживают. Давайте попробуем из нее выбраться. Есть у нас это. Получается раз, наверное, с четвертого где-то. О, Курва Мак. Ты еще говоришь, что чтобы получить право на стрим, нужно писать заявку за полгода. А я, знаете, как давно право на стрим-то уже получил? Да я прошаренный монтер и стример. Еще когда-то, в далекие времена, когда у нас на SK2TV крутили StarCraft 2, когда он только появился, когда он только вышел в те времена, далекие. Вот. Такая вот я. Old fuck просто. Halberd of Freezing. Супер. Плюс 2, тем более. Вот это алибард, это калибарда. Морозная свежесть. Отрубает голову, и вы чувствуете морозную свежесть. Да, Сварлок правильно пишет, что Земля плюс огонь — это Бород Магмы, но нам еще нужно его получить. А чтобы его получить, нам нужно либо книгу найти, либо нам нужно каким-то образом от Вихумета достать это все. У нас еще Вихумета нету даже в проекте, только, к сожалению, присоединение к Вихумету. Горгульчик остановили землесгибателем. Да, это я видел, по-моему, даже. Зарубили мышку. Ай-яй-яй, зарубили мышку. Ни за что, ни про что. Подрезали крылья. А вот и Наташа. Привет, Наташа. А нам, Наташ, то и нечем ответить. Катаны. Валим. Нам нужен другой спуск. Я очень надеюсь, что этот спуск не тот, который везет конкретно рядом к тому же месту. Так, съедим, спустимся. Да, это другой спуск, к счастью. Ну и куда пойдем? Пойдем, наверное, туда же. Пойдем навстречу смерти. Ха-ха, пришли. Привет, смерть. Пятый уровень. Файтинг второго уровня. Все как надо. Поднимемся, отрегеним. Заодно посмотрим на наши скиллы. Спилкастинг 3, файтинг 2. Что у нас с Фалюра и с Хангером? Но это хорошо. Значит, можно временно спилкастинг вырубить. Ну так, временно. Как бы, совсем на чуть-чуть. Разимик спрашивает, как там Даша поживает. Ну а почему ты меня это спрашиваешь? Как бы. Горгульи лучше подходят использовать булав вместо лебарды. Ага, булав. Давайте посмотрим. Полиармы минус 1. Родблейды. А где у нас, понимаете, как у булавы? Ноль. Ну разница не то, что большая. Забьем. Там колдунская булава? Серьезно? Где-где-где-где-где-где? О, точно. Колдунский трезубец. Че только нету. Ох, что эти орки. Доставляют нам кучу оружия. Так, раз у нас есть возможность избавиться от проклятия, возьмем в руки эту булаву. Плюс 1 мейс оф крашинг. Какой у нее урон? Базовый урон 8. Атак, длей 1-4. Так, 1-5. Урон 13. А здесь тридент оф пирсинг. Хотите сделать, хотите получить пирсинг? Знаете, такой тройной пирсинг трезубцем. После которого вы, конечно, недолго проживете, но зато красиво будет. Вот. Вот этот тридент не очень, конечно, потому что здесь у нас булава плюс 3. Плюс 2. Мне почему-то хотелось, чтобы она плюс 3 была. Но вот это можно вместе со щитами использовать. Я думаю, как бы никто не помешает нам таскать все это оружие сейчас вместе. И будем пока с булавой походим, попробуем ее протестим, насколько она хороша. Пирсинг, в который можно гантели завабахать. Гантели в пирсинг. Ну да. Самое то. Для настоящих ценителей, в конце концов. В лавах есть такая штука, как линк, говорит Асвардлор, так и дает ссылочку. Так, ссылочку нужно открыть будет. Потому что в чате они как линк просто выглядят. А, вот. Мейсов Бриллианс. Угу. Это артефакт. Плюс 5, плюс 5. Который дает к интеллекту плюс 5. Инвизибл. Ууу. Супер. Кстати, неплохо, неплохо. Абсольд. Да ладно. Версия 1.05. А, в 0.15, в которую мы сейчас играем, у нее базовый тип сменили на плюс 1 Ивлин Стар. Ага. Сейчас какой базовый тип был? Просто типа Мейз, да? Ну, Ивлин Стар это получше, наверное, чем Мейз. И переименовали. Просто Бриллианс, а не Мейзов Бриллианс. А еще дают и святую ауру. Ну, тогда мы точно можем почувствовать нимб над головой. И взлететь куда-нибудь на небо. Блохая перспектива, на самом деле. Потому что здесь нужно не отправляться на тот свет, а нагибать всех, отправляться на самый нижний уровень этого подземелья, который ведет в глубины Рилмов Зод, измерения Зод, мистического. Там найти древний артефакт, который называется Сфера Зод. И вместе с этим артефактом выбраться на поверхность, чтобы добыть себе славу и богатство. И наконец-то пожить по-человечески, а не питаться трупами, как я вот здесь постоянно делаю. На счету булаву дает... Да, это я видел. Краб, говорит Пикатрон. Краб. Да, я краб, кстати. Есть такое. Не забывайте об этом. О, ботиночки. Стоп. Ботиночки нам нужны. Что-то я чуть не забыл про них. Прошел мимо почти, что-то. Ботиночки дают плюс один армора. Они сами к себе нулевые, но каждый нулевой вид армора он хотя бы дает плюс один к нашему армор-классу. И армор-класс у нас уже десять. Вы сравните с минус единицей у того предыдущего персонажа. Минус единицей. Говоря про гаргулю и взлететь на небо, это нормально. У него уже постоянный полет на четырнадцатом уровне. Ну да, летит гаргулия такая с нимбом. Прикольно, наверное. Можно, кстати, спрайт подрисовать с нимбом. Его вставить в игру. Я помню, когда мы проходили аддом, там вышла графическая версия как раз во время моего прохождения. И я не очень был вдохновлен тем, как выглядела графика. Дорисовал дрейк-фейс персонажа. Эх, надо в аддом будет как-нибудь вернуться обязательно и пройти на ультра-эндинг. Ультра-эндинг — это зверски-задродская вещь, которая требует как минимум очень хорошего знания механики игры, прямых рук, ну и, конечно же, безумного, безудержанного лака. То есть, удачи. Что не каждый даже раз человек, который является очень хорошим таким игроком в аддом, его пройдет на ультра-эндинг. Вот, например, недавно Мэтт Корт мне рассказывал, что он собирается на ультра-эндинг пройти. И где он, спрашивается? Наверное, там же, где и все, кто проходит Planescape Torment. А то у нас на портале, говорят, очень полезно и... полезно, популярно, хочу сказать, проходить Planescape на уровне того, что вы выходите из первого же, собственно, подземелья из муртуария, по сути. Ну, это не подземелье, конечно, но из первой локации из муртуария. А дальше... Ну, а дальше просто берете и забиваете. Вот. Возможно, когда-нибудь так же пройду. Регун, говорит, ему, видимо, надоело, у него кризис. У Мэтт Корра, да... Ну, компьютер-то новый купил, теперь надо играть в графон. А он вместо этого играет в Атаку Титанов. Это игрушка на Unity браузерной, по-моему, даже. И еще во что-то. Вы посоветуете какие-нибудь хороших игр с более-менее современным графоном, недавно вышедших, которые стоит поиграть стримеру, который только что обновил комп? Но это не мне, конечно. Я обязательно воспользуюсь вашими советами того, чтобы потроллить человека просто. Ну, знаете, по-доброму, по-дружески. Как я умею. Эх, да, издай сама геометрия по расписанию. Да, да, геометрия по расписанию. Ты смотри, там пропустишь, завтра там проспишь. К первому уроку, наверное. Все-таки в конце концов-то. Школа, дело серьезное. Landscape, надеюсь, на английском будешь проходить, чтобы каждый диалог зрители переводили. А, переводить еще и зрителям диалоги. Ох, Курвамаг. Ну да, конечно, что мне еще это делать? Совсем, наверное, я уже чокнулся, чтобы Landscape на английском проходить. Не, озвучка точно будет английская, если что, потому что... Updated my journal. Вот, а все остальное, в виде текста, все-таки, наверное, лучше иметь русское. Хочу тебя обломать, говорит Ла-Ла-Ла, но в Landscape проходили два стримера, как минимум, за последнее время. Reading.fr и еще кто-то. Прошли полностью? Ла-ла-ла, пруфы, пожалуйста. Я с удовольствием посмотрю на то, если у них есть записи, прохождения. Просто чисто потому что самому интересно. Вот. Но я лично не видел ни одного человека, который прошел до конца, но видел кучу, которые начинали и бросили все это дело. О, Пикатрон подтверждает. Ну, значит, действительно, если уже несколько человек говорят, то Резин прошел, значит, ну, молодец, круто, конечно. Уважаю таких людей, которые готовы проходить столь серьезные и сложные игры целиком. На стрим. Чейд проходит в Landscape. Да ладно. Ладно. Я видел, что он проходил что-то другое. Там, или на Золейшин, по-моему, у него был. Серьезли, что ли? Гриндера надо замочить как можно раньше. Даже ценой того, что нас окружат, получит шестой уровень. Отлично. Ну, чейд вообще молодец. Хороший стример. Могу порекомендовать тем, кто игры любит интересные, такие вдумчивые, РПГшки в основном, и олдскульные тоже. Неплохо стримить человек. Так. Файтинг повышается. Конжирейшн, Fire Magic. Все у вас ввысь. Прямо сейчас проходит, если не закончил. Ну, как же так же. Стоп. У меня он в подписках. Я на него подписан. Серьезно. Я не вижу его, и не видел до этого. В фан-стримах нет его. Или его сейчас в фан-стримах просто не висит. Он как-то из-за падения сайта, типа, отдельно там где-то стримит. на гуд-гейм. Ну ладно, не важно, я же сейчас не буду смотреть во время стрима, так что забейте. Снизу инвизор, варнинг, говорят. Оп, оп, оп. Вот это опасно. Да. Дайс, а ты про риску Фрейн слышал? Нет, не слышал. Я чё такое? Повышаем интеллект, конечно же. Смотрим на сообщения. Deactivating auto pickup. The orc wizard flickers and vanishes. Orc-волшебник мигает и исчезает. Такие-то дела. Я, пожалуй, пойду отсюда. Тут, говорят, опасно становится. Вон, видите, там силуэт промелькнул, беленький. Вот это он, орк-волшебник. Мы сейчас муравьём разделаемся и пойдём по другому кому-нибудь спуску. А тем временем автопикап нужно, конечно, активировать, потому что пикап это круто, а автопикап это вдвойне круто. Перегорел визард? В смысле, перегорел? Нет, он ещё не перегорел. Он перегорит обязательно. У него так подгорит. Ух. Потому что мы его огненными заклинаниями обработаем. Чё-нибудь можно замеморазить? О, фаербол. 82%, конечно. Это не очень хорошо. Но со временем он станет более-менее надёжным. Поэтому, чтобы не забыть, я изучу его сразу, прямо сейчас. Всё равно планы с первого раза не понять. Вот если человек уже проходил, то да, говорит Райгун, можно многое рассказать. Да, именно поэтому я в оффлайне пытаюсь потихонечку планскейп проходить. Но чё-то как-то дело дальше первого какого-то такого набора квестов не ухудит. Неплохой платформер, чисто чтобы расслабиться. Ну, если что, ты кинь, пожалуйста, на реформал. Там вот у меня внизу в описании есть ссылка на то место, где можно всякие предложения и свои идеи выкладывать на реформале. Так что туда лучше запустите. Я тогда точно не забуду. Или наоборот похороню где-нибудь в глубинах этого реформала на вечном. В дотке кампанию вроде бы вал вазы хигачили. А кампанию в дотке... Знаете, как-то не вяжется вообще совершенно кампании дотк. ТОНЕЦ